Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Самый лучший отдых – это безопасный отдых. Готовимся удивлять. Самым ярким летним праздником станет открытие курортного сезона. Общероссийский день библиотек прошел в Анапе. Активнее подключать застройщиков к возведению социальных объектов. Такое поручение глава муниципалитетов дал временно исполняющий обязанности губернатора Кубани. На краевом видеоселекторе обсуждали тему сокращения очереди в детские сады. Глава Анапы Сергей Сергеев принял участие в совещании. 152 тысячи кубанских малышей ждут своей очереди в детские сады. Еще раз пересмотреть подходы к решению проблемы потребовал временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев особенно подчеркнул, частный строительный бизнес должен нести социальные обязательства. Пусть активно принимают участие в развитии социальной инфраструктуры. Именно в частности строительских школ и детсадов. И неприкасаемых здесь нет и быть не может. В противном случае строить они не должны. Самый быстрый способ, как говорят на совещании, оптимизация пространства в уже существующих дошкольных учреждениях. Я хочу подчеркнуть, это не переуплотнение, это оптимизация пространства на существующих площадях за счет введения новой технологии, новой мебели. Если в марте мы с вами говорили о 8 тысячах, сегодня адресно обследовав все сады мы говорим о 11 тысячах 300 местах. К сравнению, чтобы построить новый детский садик и ввести одно место, нужно примерно 750 тысяч. Чтобы грамотно ввести в рамках оптимизации, стоимость этого места 10 тысяч рублей. В Анапе проблема дефицит мест в детских садах – приоритет в социальной политике. Позведение модульных пристроек, реконструкция существующих зданий и строительство новых детских садов. К решению вопроса подключены все ресурсы. Ваша, да, видите ситуацию в данной теме по Анапе? У нас на сегодняшний день 1617 детей, которые нуждаются в устройстве. Мы решили проблему в нескольких сельских населенных пунктах, но все равно в основном в городе. У нас, согласно графику оптимизации пространства, в группы с 12-часовым пребыванием мы ввели в марте 84 ребенка, в апреле 204. И на 1 июня пройдет зачисление еще 139 детей. Всего с марта по май мы зачислим 427 детей. Сбоев в дорожной карте нет, говорит глава Анапы. А что касается социальной ответственности бизнеса, то зачастую приходится заставлять выполнять обязательства перед городом. Прокуратура через суд обязала одного из застройщиков строить детский сад на 160 мест. Посмотрим еще вопрос за счет собственных, потому что проблема очень серьезная. Мы демографически растем, поэтому вот та цифра 1617, она является неокончательной. После завершения краевого селектора Сергей Сергеев напоминает подчиненным о своем поручении. Строим свой детский сад. Я повторяю, второй раз, третьего раза не будет. Значит, разрабатываем земля, средства, проект и начало строительства. То есть, пошаговый план. До конца недели, то есть до пятницы, до конца дня у меня настреленное утверждение. Пошаговый план. Как будет обеспечен общественный порядок и комфортный отдых наших гостей во время курортного сезона? Эта тема стала главной на заседании Совета безопасности, прошедшем сегодня в администрации курорта. Безопасность приезжающих к нам на отдых людей – приоритетный вопрос на сегодня. Решать эту задачу только всем вместе. Наряду с созданием условий для комфортного отдыха, главным составляющим успешного проведения курортного сезона является безопасность отдыхающих и состояние правопорядка на территории нашего курорта. Руководителям частных охранных предприятий озвучили требования городских властей. Самое главное – отработать алгоритм взаимодействия с полицией. За курортными учреждениями закреплены руководители подразделений и инспектор состава отдела. Разработаны памятки сотрудникам полиции по проверке объектов санаторно-курортного комплекса. Целью увеличения плотности нарядов в летний период, повышения эффективности обеспечения охраны общественного порядка и личной безопасности отдыхающих, запланирована расстановка 228 прикомандированных сотрудников полиции из других отделов МВД России по Краснодарскому краю. У сотрудников ГИБДД свои задачи – исключить движение транспорта по пляжам, проконтролировать детские перевозки и пресечь работу нелегальных такси. Работа организована, работа будет проводиться. Значит, те экипажи, которые будут привлечены с 1 июня у нас, это будет рота ДПС города Краснодара. То есть мы в первую очередь будем планировать работу этих экипажей по курортным поселкам, то есть там, где наиболее количество будет у нас нелегалов, то есть это будет Благовещенко, это будет Витязево, это будет Суко, Утриш, то есть те отдаленные точки, до которых у нас иногда даже просто не хватает времени, иногда не доходят руки. В Анапе с каждым днем все многолюднее. Сотрудники полиции усиливают патрульную службу. Центральные улицы и набережная на особом внимании. Жители Анапы и наши гости в курортный сезон должны чувствовать себя защищенными. Через две недели открытие курортного сезона. 12 июня мы будем отмечать День России, а весь следующий день принимать гостей и гордиться любимым городом. Какими же событиями будет наполнен праздник, который на этот раз проходит под общим девизом «Анапа любит вас», рассказывает заместитель главы города Людмила Мурашова. 12 числа мы начинаем свои праздничные мероприятия. Мероприятия начинаются с 10 часов различными концертными программами. Что бы я хотела выделить? В 17 часов у нас начнется юбилейная программа Всероссийского детского центра «Смена» на 30 лет. ВДЦ «Смена» Всероссийский детский центр «Смена» в этом году отмечает 30 лет. И у них полностью смена посвящена вот такому юбилею. Что в городе? В 6 часов вечера у нас начинается праздничный концерт духовой музыки «Время вперед». Он пройдет на сценической площадке на «Ракушке» и любителей классической музыки, джазовой музыки. Мы приглашаем туда получить хорошее настроение. В 19 часов начнется праздничный концерт, посвященный Дню России. Также будет представлена фото-выставка «День Победы, год Победы». Мы знаем, что весь год мы отмечаем 70-летие Победы Великой Отечественной войны. Это главный государственный праздник. И, конечно, мы не забудем о нем в этот день. Но также фото-выставка представит еще возможности наших санаторий. 13 июня – это наш городской праздник, открытие курортного сезона. Он также, как и 12-го, начнется с самого практически раннего утра. В 10 часов традиционно у нас начинается фестиваль кухни народа в Кубани, кубанское изобилие. В это же время на станической площадке «Ракушка» пройдет фестиваль народной песни «Казачья раздолье». Мы получили неплохие, даже хорошие отзывы. И много отзывов о том, что 9 мая мы использовали площади сквера Гудовича. И, учитывая пожелания напчан, мы предлагаем сегодня прийти к скверу Гудовича. Не сегодня, а 13-го числа. И я думаю, что он не менее удивит и порадует наших жителей, наших гостей. Что там будет? Там будет также фотоэкспозиция, фото-выставка. Она будет также рассказывать о возможностях санаторного комплекса, нашего санаторно-курортного комплекса, наших здравниц. Там Управление по делам молодежи организует очень интересные интерактивные площадки. И, конечно, самое главное мероприятие, оно начнется в 21 час, то есть в 9 часов вечера. Это торжественное мероприятие, посвященное открытию курортного сезона. Сегодня наш девиз «Анапа любит вас» и там выступят наши артисты, а также звезды российской эстрады Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Закончится все традиционно праздничным фейерверком. И после праздничного фейерверка мы тоже предлагаем не расходиться. Людям будет представлена шоу-программа «В ритмах южного лета». В город с книгой превратилась она по сегодня в общероссийский день библиотек. Яркие акции, книжные флешмобы и день открытых дверей в городских и сельских библиотеках. Все для того, чтобы напомнить нам, мы самая читающая нация в мире. Бесценный опыт и знания, накопленные поколениями, хранятся на библиотечных полках. Для тех, кто забыл дорогу в читальные залы, организовали массу увлекательных занятий. Новое знакомство с книгой. Так как год литературы, решили немножко свой праздник действительно донести до жителей и гостей города-курорта Анапа. То есть мы сегодня проводим очень много различных акций, которые популяризируют чтение и литературу. Анапа присоединилась к всемирному проекту «Букросинг». Книги оставляют в парке на скамейке, на автобусной остановке, на детских площадках для будущих случайных читателей. Молодежь участвовала в книжном флешмобе «Город с книгой» на площади у Центральной библиотеки в торгово-развлекательном центре «Красная площадь». Книга в своем традиционном понимании, она остается. Но главное в библиотеках – это еще и человеческое общение, мудрый совет. И вот за этим как раз-таки приходят в библиотеку. В читальном зале Центральной библиотеки провели мероприятие «Библиотека в моей жизни». Одним из участников стал известный краевед Валерий Валиев. В личной библиотеке Валерия Александровича уникальная коллекция книг, которую Анапчанин собирает уже 60 лет. Сейчас у меня где-то более 2000 книг. И там можно смело сказать, что многие книги интересные и уникальные. Скажем, есть книги на церковно-славянском языке, на старославянском языке. Книгу в подарок вручили анапские библиотекари, ветерану войны Павлу Тихоновичу Кухолю. Также в праздничный день прошли проект «Библиоселфи», акция «Библиотека за стеклом». Не забыли и про маленьких читателей. В библиотеку заглянули воспитанники детского сада номер 14 «Тополек». Заключительный этап краевого интеллектуального конкурса кадетских школ-интернатов и классов казачьей направленности стартовал в Анапе. Эти 11 команд уже победители. Они заняли первые места в муниципальных соревнованиях. Лучшие из лучших сразятся в рамках 7-го традиционного краевого конкурса казачьих классов. С 1992 года в крае открылись 23 казачьих школ и интерната, более полутора тысяч казачьих классов. В них обучаются более 39 тысяч ребят. Эти масштабы показывают действительно о том, что это направление востребовано, что и родители очень хотят, чтобы их дети учились в классах казачьей направленности, и сами дети. Потому что это очень мобилизирует детей на самоподготовку, у них повышается уровень дисциплины. В первый день состязания ребята представили свои команды. В каждой по 8 парней. Конкурс проводится среди учеников 7-8 классов. Команду Анапы представляют казачата из Гастагаевской средней школы номер 15. На этом конкурсе ребята столкнулись с очень сильными командами. Сегодня прошел первый день, визитная карточка. Команды очень подготовлены. Еще предстоит два дня сражений. Я надеюсь, что наши ребята окажутся не последние. Я хочу пожелать победы. Ребята уже знают, что нужно для победы. Для победы двух команд, оптимист и физические качества. Впереди еще два дня переживаний, борьбы и нагрузок. Они у нас будут соревноваться, показывать спортивную подготовку. Это метание гранаты, это разборка-сборка автомата Калашникова и подтягивание. Плюс строевая подготовка. Они показывают приемы. По итогам конкурса победители поедут в Москву представлять Краснодарский край на всероссийских соревнованиях. В станице Гостогаевска идут работы по капитальному ремонту автомобильной дороги. В планах дорожников обновить участок протяженностью 4 километра. Нагрузка на федеральную трассу всегда повышенная. Большегрузный и крупногабаритный транспорт. Капитальный ремонт автодороги Андреева гора идет полным ходом. Больше половины объема работ уже выполнено. Значит, очень пошла большая колейность по дорогам, в связи с тем, что большегрузные машины ходят. Поэтому у нас есть как ямочный ремонт, как выравнивающий слой, так и восстановление дорожной одежды. На местах, где асфальт был сломан. И сверху слой еще нового асфальта. Перемены к лучшему, конечно, не остаются без внимания жителей станицы. Ну, центральные хорошие. Сейчас много домов новых строится по таким второстепенным улицам. Поэтому там дороги проехать, особенно слякать, особенно распутиться сложно очень. Вся эта грязь на центральный выносится. И то, что делают, уже хорошо. Работа идет с опережением графика. Дорожные службы планируют завершить ремонт в течение 15 дней, если непогода не вмешается. Затем начнут ремонт тротуаров. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр Тризе. Субтитры создавал DimaTorzok